Готовы ли вы рискнуть собственным здоровьем или здоровьем близкого человека? Согласитесь, такое возможно только в исключительных обстоятельствах, а вовсе не во время обеда в кафе, процедуры в поликлинике или делая маникюр. Но, тем не менее, этот риск высок, и список болезней, которые можно подхватить, впечатляет от банального кишечного расстройства до туберкулеза и гепатита. Ну и, как часто бывает, причина элементарная. Там, где здоровье сотрудника, требования первостепенной важности, зачастую работают больные или инфицированные люди. Никакой медосмотр этого не выявит. Потому что медицинскую книжку, подтверждающую, что человек здоров, можно купить легко и недорого. Вам нужны доказательства? События недели получили. Их в результате эксперимента. Массовое отравление в Херсонской школе. Больше сотни учеников слеглись с симптомами после обеда в местной столовой. Загадкова смерть после дружной вечеры. В Киеве раптово померла 43-летняя женщина. Мы даже не подозреваем, насколько каждый день рискуем своим здоровьем. Ребенок поел в школе – угроза. Зашли перекусить в кафе – гарантия, что не отравишься никакой. Даже когда случай из ряда вон выходящий, причина отравления называется не всегда. Да. Озвучивается возбудитель, скажем, стафилококк, но очень редко уточняют, как именно он попал в продукты. Страшно было дивиться, когда дитя каждые 15 минут нервало. Не перестаю. Врачи не на камеру говорят, что причиной большинства не только отравлений, но и более серьезных заболеваний являются инфицированные люди. Даже гепатитом и туберкулезом можно заразиться и в той же больнице, и в косметическом салоне, и в общепитии. Для этого достаточно, чтобы больной сотрудник, например, нарезал ваш любимый салат. О том, что он болен, человек и сам может не знать. И уж тем более его работодатели. Ведь медицинскую книжку можно просто купить. Такими объявлениями завешаны в Киеве все станции метро. 100 гривен, и вы здоровы. На бумаге так точно. Созвонились, договорились, но до последнего не верится, что все так просто. Назначенное время появляется он. Человек, обещавший бумажное здоровье. Здрасте. Покажите. Она нормальная? Конечно, конечно. Смотрите. Она оправляется полигонителем Печерского района. А, она нового образца? Конечно. Неужели это действительно оригинал? Она с голограммой, с защитными волокнами. То есть она настоящая? Конечно, настоящая, да. Данная. Она подлинна до 3-го 11-го. И вот копия укладывается о том, что вы подходили к врачам. А это ничего, что они такие все черно-белые? Копия, копия. А оригинал с поликлиники вам никто не даст. Тут придется верить на слово. Выбора особо нет. 100 гривен? Да. Раз полгода она выдается. То есть через полгода можно обращаться? Да. Спасибо большое. Звоните. Смотрите, с момента моего звонка до получения лично в руки этой медицинской книжки прошло не больше, чем полтора часа. И вот, пожалуйста, мокрая печать одного из районов Киева, вкладыш, по которому я абсолютно здорова, абсолютно. Меня посмотрели терапевт, дерматовенеролог, оптоларинголог, стоматолог. Так, флюорография, естественно, есть, анализ на сифилис, вирусные гепатиты, естественно, отрицательный. Полтора часа 100 гривен. Люди, понимающие, подтвердили, бланк действительно оригинальный. Мокрые печати и голограмма настоящие. С такой книжкой дорога открыта для работы на любой кухне. Забегая наперед, скажу, что за два дня мне удалось пройти собеседование в трех заведениях. В супермаркете, в фастфуде и обычном кафе. Смотрите, как это было. В супермаркете все строго. Просто так даже не войдешь. Досмотр вещей, что вносишь, что выносишь. Я просто боюсь уже запиздниться. Никуда вы не бойтесь себя поздать. Это же не очень хорошо, когда нас по беседу трошки. Девушка, я вас прошу, меньше текста. Пошли за мной. Не пошли, а побежали. Бегу, бегу. Жду. Минут 10, не больше. Вот ко мне и выходят. Вот нам было комфортно общаться, вам нужно заполнить анкету. Добренько. Указывайте секунду и ничего не пропускайте. Анкета кандидата на работу. Итак, наличие кредитов в каких банках? Нет. Хронических заболеваний. Если есть, не возьмем, да? Нет. Так, инвалидности. Слава Богу. Привлечения к административной уголовной ответственности. Не привлекалась. Медицинская книжка, так потом скажем. Но она нужна здесь. Нужна медицинская книжка. И вот оно, само собеседование. Начинается немного неожиданно. Как нам добрались сегодня? Как вам погода? Чудовая погода, тепло, гарно. Дальше обсуждаются обязанности. Какие-то блинчики приготовить. Приготовить чай, кофе. Либо выдать продукцию с витрины. Это салат, какие-то котлетки. Это, конечно, невысокая кухня. Но контакт с продуктами в любом случае будет. Как киньки медицинскую книжку делать, знаете? Ну, в лекарню и дальше пирог. Да, можете пройти либо в клинику по вашему месту жительства, либо могу им продажить на станции метро Лобецкая. Примерно 189 гривен. Предлагают медицинский центр. Медкомиссия займет 4 дня. И стоить будет 189 гривен. Что будет делать человек, который в курсе? Медкнижку можно получить в считанные часы и почти вдвое дешевле. Вариантов здесь немного. Ну, вам не принципово, да? Звитки в мене будем лично книжка? Главное, чтобы она была с печатью, чтобы все было официально и согласно законодательству. В фастфуд и кафе я иду уже с готовой книжкой. В кафе быстрого питания на нее, мне показалось, даже смотрели неохотно. Дескать, не это главное. В принципе, у меня карточка 3-го числа сделана медицинская. Хорошо, главное, чтобы она была не просроченная. Нет, нет, я вам даже сейчас покажу. Когда вы готовы выйти на стажировку? Да хоть завтра. С 8.30 до 22. Ну, если, конечно, очень надо, то можно и на такой график соглашаться. Но это сколько? 13,5 часов на ногах? О кодексе законного труда здесь, видимо, не слышали. Как и о санитарных нормах. Вот куда тот же работник, простите, в туалет ходит, где руки моет? В туалет здесь нету? Нет. А персонал куда ходит? А в туалет 4-й бежит. В кафе, куда меня тоже согласились взять на работу, и не кем-то там, а целым помощником повара. И туалет есть, и руки, где помыть тоже. Но сразу же первый шок. И убирает, и унитазы моет тот же человек, который потом салаты режет. Да, убирает в плотных перчатках, но все равно. Ученый, да, мы вас сидим на унитазе, а ревалок, а ревалок. Ого! На собеседовании хозяину заведения что-то не понравился вкладыш в мою медкнижку. А вкладыша не оригинальный? А оригинальный залишается в поликлинице. Мне наведали его. Не, сказали только так. И вот я уже на кухне. Сначала просто наблюдаю, как делают старшие по званию. Учусь. Да. Все расписано. А, просто там рецепт есть, ты стоишь. Да, все по граммам, не лишнего желания. Да, власне, так и по граммам. Да, так и по граммам. Недолго я наблюдала. Так, ну что, мне разрешили нарезать. Я думаю, что я буду ее формировать уже в тарелке. Так что, пожалуйста, работаем. Делаем, надо сказать, все очень по-домашнему. Продукты все свежие и качественные. Сама видела. Клиентов не обвешивают. Надо отдать должное хозяевам. Иногда порция даже на несколько граммов больше. Но готовится все голыми руками, без перчаток. Порезаться элементарно. Ножи заточены на совесть. Ай-яй-яй, ну что, что так? Дуже порезалось. Давайте я буду резать. Что вы будете с порезанным пальцем? Давайте. Перемешиваются салаты тоже вручную. Так говорят, удобней. Хоть и в одноразовой перчатке, но где гарантия, что она не порвется в процессе? Неожиданно открылся секрет практически всего общепита. Стоило мне похвалить аппетитно выглядящий картофель. Да, и выглядай, и смачно. Ну, так можно, кстати, пальмовый. Пальмовый? А что? А что, она продается? Конечно. Так, а что, она в магазинах продается, пальмовый масло? Она в магазинах не продается, а заказывает. Получается, все картошки фри, поселянские, любое жареное мясо, рыба могут быть приготовлены на пальмовом масле. Логично, оно вкусное и на порядок дешевле. На подсолнечном жарить просто невыгодно. Ну что, мой семичастовой рабочий день помощником повара закончен. Устала, конечно, не буду скрывать. Но самое главное, что эксперимент удался. С медицинской книжкой, купленной за 100 гривен, можно устроиться работать на кухне, причем на любом. Важно оговориться, что настоящие обследования и анализы сотрудникам телеканала «Украина» обеспечивают медицинская страховка. Так что в результате нашего эксперимента точно никто не пострадал. Ирина Смирнова, Роман Куприянов. События недели. Редактор субтитров А.Семкин